Буквально на днях вышла новая глава манги Хирохи Каараки Джоджи Леон, в которой нам показали нового персонажа, бывшего парня Ясуха Хиросы. С этих слов началась новая эпоха. Для меня. Это был первый ролик в таком формате на моём канале. До этого я выпускал OnlyJTA, всякие нарезочки и прочий кринж. Это был не первый мой видос с озвучкой, но первый видос в таком формате, где я говорю со зрителем. Но вы поняли, который все подряд снимают. Короче, история этого канала делится на ду и после этого видео. В тот день я начал выпускать видосы по ЕЛВУ, а в этот день я закончу начатое. Сегодня, как говорится, качество текста перестанет иметь значение, так как сегодня закончится целая франшиза моих видосов по Джоджи Леону, начавшиеся ещё два сраных года назад. Заранее извиняюсь за отсутствие гачи-вставок в этот раз, так как за них Ютуб душит и ставит 18+. И как выяснилось, в дальнейшем может вообще удалить видос. А также сразу предупреждаю о спойлерах, так как в этом видео мы будем подводить итоги всего Джоджи Леона. Начнём мы это делать после того, как вы посмотрите заставочку, которую с большой любовью сделал для вас Саня, он же мой черепаха. Кто не видел, посмотрите обзор на Саню по этой вот подсказке. Приятного просмотра! Ну что ж, приключения четырёх яйцевого нагибатора подошли к концу. Наш моряк смог победить проклятие, нависшее над его семьёй. И дырануть этого ипанова Питору. Дору. За всю часть он так и не засадил Ясуки, которая реально та ещё Ясука. Но зато нам показали нечто охеренное, сынок. Сам батька и вообще главный предсказатель твоей следующей фразы вернулся и не забыл взять с собой свои стальные шары, чтобы показать их нам. Да, уже за это все части можно ставить 10 из 10 и вырубать ролик. Но! Нам ещё есть о чём поговорить. И то, что я пишу этот текст, сидя на толчке, словно я Санчелло, исполняющий гимн GTA. Для того, чтобы это видео не превратилось в кашу говна, как у меня это обычно бывает, давайте разобьём его на несколько частей. Так как я уже и обещал, Ясука будет отдельной темой. Целый параграф будет посвящён ей. Про Тору говорить не будем, потому что его дыранули как лоха. И по моему мнению, это чуть ли не худший злодей в Сия Джо Джо. Хотя давайте всё-таки поговорим. Помните моё первое видео? Не это. По Джолиону. Да, в нём я говорил, что Раки сделал так, как и хотел сделать в четвёрке. То есть никакого главного антагониста. Только мужской сы... Только мелкие сошки, которых главный герой будет один за другим преодолевать. Ну и по сути, так и получилось. Тору сложно назвать главным злодеем. Это скорее как Шоха рангом повыше. Так как финальный файт должен быть более жёстким и мощным. Сам по себе персонаж крайне скучный и неинтересный. Это в принципе одно и то же, но мне настолько на него насрать, что вы бы расплакались. Как я уже и говорил, древый появляется под конец манга и строит из себя хрен пойми что. Хотя он вроде не строитель. А вы вспомните старых злодеев. Дио. Каждый из них имел достаточно страничного времени, чтобы себя полностью показать. Кто-то даже больше чем нужно. Большинство из них были отлично прописаны. Тот же Валентайн стал любимчиком у многих. И среди петухов его даже пытались оправдать и выставить не злодеем. Каждого из них я кстати лично обоссылал. Каждый из этих злодеев был действительно крутым и мощным. А теперь попробуйте вставить с ними в один ряд чувака, который сосал сиську у пчёлки. И вы мне хотите сказать, что это то пандагонист? Пандагонист это скорее здоровый такой прыщ на жопе, среди прыщей поменьше, который вроде как доставляет больше дискомфорта, чем остальные. Но сути это особо не меняет. Как говорится, педобир и Ясука два говна. Так говорится, потому что так говорю я. И вот таким плавным переходом мы переходим к теме Ясуха. Ясуха это говно персонаж, это моё мнение. Оно может не совпадать с вашим, на что мне очень похуй. Ясука это бесполезный балласт говна, который даже банально телефон повернуть не может. И типа даже как-то не жалко, что в конце они с моряком не стали парой. Скорее наоборот, так как Дая Хигашиката в разы лучше. Дая Хигашиката это хороший. Есть пара нюансов. Она несовершеннолетняя и является далёким родственником нашего нагибатора. Так что мы это одобряем ещё больше. Дай Хигашиката и нагибатор forever! Хэштег, хэштег, гаппи икс дай, хэштег смотреть онлайн инцест по... Теперь поговорим про Джошу. Изначально мне, как и многим остальным манго-ридерам, этот персонаж доставлял. Он как кринжовая версия Джотаро из третьей части. Изначально крайне отталкивающий персонаж, который иногда проявляет и свои хорошие черты. И в дальнейшем развивающийся в лучшую сторону. Что и делает его таким интересным персонажем. Как правило, хороший персонаж к концу истории меняется до неузнаваемости. Как это было с тем же Джотаро. Но... Джошу как был ебланом, так и остался. Но давайте перейдем к моему любимчику. На риске. Отец оказался жив. Галимый петух Жопин все-таки все предусмотрел и не стал наносить ему смертельный урон. К слову, на самого Жопина плевать. Он упал и пернул. Мне его даже и не жалко. Вообще не понимаю, чем он всем так нравится. В теории, из него мог бы получиться хороший злодей. Если бы его не слили как лоха и не вели пидору. А вот на риске, к счастью, все-таки доел. Идет за добавкой в виде торта. А какого именно, зависит от нашего морячка с четырьмя шарами. Что я хочу сказать. На риске это мужик. Лучший персонаж Джо-Джо Леона. Кто не согласен, ставит лайк. А мы двигаемся дальше. К нашему главному герою. Четырехъяйцевый нагибатор. О тебе я сделал три ебучих видео. В твою честь Игорь поставил себе ник. О тебе... Все песни о тебе... Все мысли для тех... Что я хочу сказать в итоге. Про главного героя Яя Льва. Да ничего, лол. Он как и Джошу, по-моему, вообще не поменялся к концу истории. Типа, дефолтный такой чел. Все свои фишки растерявший по пути сюжета. Но определенно еще увидим его в девятой части. В том или ином виде. И может там он раскроется с других сторон. А теперь про сюжет. Сюжет, лол. Киро Шикаги пытается вспомнить, кто он и зачем. На фоне какой-то ебучий фрукт маячит. А по небу деды летают. Сюжет, мягко говоря, не лучший. За действием, конечно, интересно наблюдать. Особенно в самом начале, когда вместе с героями выясняешь прошлое морячка и знакомишься с новым морем. Но местами же, жили он прям затянутый. Он вышел куда больше, чем СБР. Но при этом вышел хуже. Как говорится, кусок пенопласта интересней. А еще, как вы могли заметить, качество звука в этом видео Full HD, 4K, 60 FPS, Dolby Digital, Sasao. Все потому, что я прислушиваюсь к мнению своих зрителей. И сделал все в точности, как попросил этот чувак в комментариях. Так что теперь я перешел обратно на старый микрофон. И отныне каждое видео буду записывать на него. Вы рады? Ну, короче, ладно. Пришло время подводить итоги. Джоджилион получает 1 из 10 за сюжет, 4 из 10 за персонажей, а именно за Дайо и Нариске, а особенно за Харунах и Гошикату, 8,5 из 10 за рисовку, ну и в сумме Йоя Лев от меня получает 12 из 10 за ебучего Джозефа, мать его Джостера в конце истории. О Джоджилионе мы поговорили. Так что теперь, пожалуй, поговорим о главном. Джозеф Джоста! Персонаж явно был вдохновлен Эшем Уильямсом из культовой франшизы Сэма Рейни «Зловещие мертвецы». Как говорится, пацаны, я тут глянул фильм, там главный герой, ну типичный я. Оба персонажа хитро выбоенные и разъебаи, но при этом чертовски обаятельные. Если на первый взгляд оба персонажа кажутся дебилами, то при ближайшем рассмотрении выясняется, что они довольно-таки крутые мужики со здоровенными яйцами, способные раздать пиздюлей на спавне, используя смекалку и хитрость. Но если вам и этого недостаточно, то вот. Мы также имеем старую версию этого жигала с механической рукой. У вас еще остались, блять, вопросы? Да? Остались? Ну и пошел нахуй отсюда тогда, вырубай виду! Йосиф Звездочкин одним своим мимолетным появлением поднимает оценку восьмой части с проходника от мира Джо-Джо до полнейшего разъеба от мира Джо-Джо. Это настолько прекрасный персонаж, что от одной лишь его музыкальной темы можно испытать оргазм. А опенинги второй части я вообще молчу. Это настолько великий опенинг, что я не сдержался и сделал про него целый видос, где обозревал всевозможные говнокаверы на этот шедевр. И, как говорил Брюс Кэмпбелл, если Сэм Рэйми хочет сделать хороший фильм, он добавит меня туда. Так же и с Араки и Джозефом Джостером. Именно поэтому первая и шестая часть не настолько крутые, как остальные. И сейчас вы скажете, но ведь седьмой части его не было. А я вам отвечу, вы чё мой этот ролик не смотрели? Если Араки хочет сделать успешную, крутую девятую часть, то он обязательно его туда добавит. Хотя бы в виде камео, как восьмой. Ну что ж, пришло время подводить итоги. Многие говорят, увидимся в Джоджо Лэнс. Это всё, конечно, здорово, но вынужден буду вас огорчить. По девятой части и вообще в принципе по Джоджо больше видосов не будет. У меня, правда, осталась пара незаконченных проектов. Один из них это аудиокнига. Если честно, я и в этом ролике особого смысла не видел, кроме как закончить начатое. Я уже говорил о том, что мне это надоело, но теперь я делаю очередное заявление, чтобы в дальнейшем вопросов не возникало. Да, я бисексуал. Ютуб душит мой канал, так как всё его руководство это гомофоб. Я больше не буду делать видосы. Я выпущу всё, что когда-либо обещал, и на этом закончу. Если честно, меня достало. Всё время душит этот ебучий Ютуб. Чтобы получить монетизацию, то есть чтобы видос мог попасть в рекомендации. Нужно соблюдать всякие там правила, постоянно цензурить самого себя. А если я буду делать такие видосы, как захочу, у меня там просто... Хахаха, чё будет? Короче, мне надоело вот сковывать себя вот этими рамками, всё время чувствовать давление, блин. Ой, а может это нельзя говорить? Ой, а может это нельзя вставлять? А может эту картинку не стоит сюда ставить? В итоге, вместо того, чтобы думать над тем, как сделать качественное видео, Ты думаешь о том, как бы ютуб не задушил твой видос Также я хочу больше времени уделять своему главному проекту GTA У меня по нему просто неебические планы В виде четырех сезонов и четырех полнометражек Как вы понимаете, совмещать все это не особо выходит Также не то, чтобы я охуенно в чем-то из этого преуспевал Так что я должен сделать выбор И выбор очевиден Я буду следовать зову сердца И делать то, к чему у меня лежит душа Я нашел себя Я перфоманс артист И я хочу творить Подобные видосы, это не мое Вот что я понял Может изредка что-то подобное я и буду выпускать Но хуй знает Спасибо всем, ребята, что смотрели меня все это время Я, конечно, еще не прощаюсь Но мне нужно было об этом заявить И сделать каминал Это было хорошее приключение И однажды оно, несомненно, продолжится Я люблю вас И надеюсь, что вы любите меня Вы мои пирожки А я ваш тортик Всем спасибо И особенно тебе Чмокаю в лобик Я даю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, про каминал Это не шутка Я уже в который раз убеждаюсь, что Ютуб это гомофобная площадка Самый первый мой видос по Жижлиону И первый разговорный ролик, в принципе Был забанен за вставки из гачи из клипов Азиса И я так понимаю, что Ютуб против того, чтобы мы с вами Наслаждались эстетически прекрасными мужскими телами Также они стопудово меня не любят, потому что я поддерживаю BLM Что делает также их и расистами На каждый мой видос с пропагандой свободной любви и расового равенства Они дают мне желтый доллар Чтобы я не имел возможности зарабатывать и нести этот свой посыл в массы Вот в таком мире мы живем, ребят В таком мире мы живем А еще истинная причина, почему я перестаю делать видосы Это коммент этого чувака